И типа Терминатор что-нибудь, слушай? Типа да. Я поменяю. Я поменяю. Для тебя Терминатор. Я твое вот это представление, а тебе же поменяю. Смотри, в первом же раунде. Всем привет! Вы на канале Труджим. Предлагаю вам посмотреть лучшие моменты онлайн-конференции Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко перед боем. Общение у бойцов получилось жарким. Российский трэш-ток в его лучшем виде. Напоминаю, что сам бой пройдет 24 июля в городе Сочи на ACA 107. Приятного просмотра, друзья! Я уже родился, просто это в данном, в нашем случае, это будет не так быстро. Это будет не так быстро. Потому что я тактик, понимаешь? Все быстро не должно быть. Я должен разобрать его. Я должен увидеть. Вот это новый. В Дагестане тактик появился. Саша. Как ты собираешься его держать на дистанции, на дистанции Магомеда? Я буду бить голову. Руку, руку на голову положу. Левую, правую. На лысую голову, не надо ничего выдумывать. Изобретать просто руку на голову положу. На этой лысой голове рука не держится. На мешке продемонстрирую. А ну отдай. Молодец. Еще раз. Еще раз. Донечка, взрыв, Саша. Мешок-то значит не дает. И вы бороду им. Пожай мне. Мешок-то значит не дает. Давай, давай, давай. Мешок-то значит не дает. У меня сегодня в парике пацаны пришли. У меня последняя боевая неделя. Не, ну ты хоть там по росту выбирай. Ну, пацанов. По росту пацаны прям вообще четкие. Все бассеры профессиональные. Один лучше другого. И как ты меня после них бить собрал? Я буду быстрым. У них не бывает. У тебя как это выглядит? Я буду быстрым. Хороший. Они не Магомеда и Исмаилова пришли там. Это просто спарринг. Хорош, отдыхай. Магомед Исмаилова здесь сидит. Я уже где-то говорил, я уже говорил где-то, что я такой быстрый, как Мухаммед Алей, это один из любимых моих боксеров. Я когда выключаю свет, я настолько быстрый, что я успеваю лезть под одеяло, а свет еще не потух. У-у-у-у. Ничего себе, как зарядил-то, Саша. Магомед, вы на пятом году в последний раз, поэтому твоя скорость хромает. Саль, мысль у тебя двигается чуть помедленнее, чем ты сам по ходу дела. Пока ты доносил информацию, слушай, тут и свет можно было потушить, чай выпить. Саша, ты сейчас над этим поработаешь. Саша, что ты хочешь подъезжать в вопрос? Стоять ты хочешь? Ты хочешь, что на стойке тебя побил? Саша, слушай, седраться не умеешь. Мы ведь знаем, чего ты не хочешь. Мы ведь знаем, чего ты не хочешь. Седраться не умеешь. Выходи и делай все, что ты можешь в ринге, только сразу не падай. Сразу не падай, в смысле? Сразу не падай, просьба у меня. Максимально хотя бы постой на ногах. Тренируй голову, подойди куда-нибудь и понабивай. Ты думаешь, попадешь во мне, Саша? Слушай, скоро совсем чуть-чуть осталось. Я не то, что попаду, я в 5 серий такие в голову пускаю. А ну покажи, как ударишь, а ну. Еще что сделать? Еще что сделать? Он подумал, скакляем, мне было легко. Этот еще один 84 килограмма. Легкие деньги, почему бы нет? Да, да, да. Он раскрученный, он распиарит, он нормально газует. Конечно, это легкий бой для меня, он подумал. Но он ошибся. Ты не угадал, Саша. Это не легкий бой, это очень тяжелый бой. Ты в два раза еще легче, как Ляева. Это самый тяжелый бой в твоей карьере. Это будет самое тяжелое предоставление. Ты еще в два раза легче, как Ляева. Наедай блинами пузо. Все, все, понял. Провожаю. Так, были выше. Добрый шаг. Хорошие руки и хорошая защита от борьбы. Защита от борьбы не знаю, особо я там не проходил. Я этот, как, проходитель не знаю, зачем. Знаешь, как будет вообще здорово? Я уверен в своей борьбе. Ты, Магомеду, задавай вопрос и сам на него отвечай. А он будет говорить «да». Вот это получится супер диалог. Да, Жень? Одно и то же, одно и то же. Пошли сразу говорить. Для кого? Что делал Федор Емельяненко? Он побеждал на территории его противника, на территории его оппонента. Он поменял, что он был разносторонним. И это и делало историю, когда ты можешь победить на его территории. Не на своей, не там, где тебе комфортно, где тебе будет комфортнее, а на его территории. Это и есть история. Вот мы будем делать историю. На самом деле это будет не история, это будет избиение, избиение твоей лысой головы. Чтобы тебе составить конкуренцию мне в ринге, тебе нужно еще позаниматься энное количество лет. Рано ты выправишь в тяжелый вес. Рано ты в тяжелый вес выпрыгешь. Ты мне на вопрос ответь, что ты хочешь, чтобы люди сказали после боя, это было легко, да это не бой, это цирк. Или ты хочешь услышать, что это было лучшее противостояние у российской умы, кто бы не вывел, допустим. Я хочу услышать, что наказал наглеца, который прыгнул в тяжелый вес, получил он по заслугам, по твоей лызной голове, чтобы сидел он у тебя в 84-х и не вываживал оттуда. А будет, знаешь как, будет, знаешь как, сенсация, сенсация. Средний вес, прыгнул в тяжелый вес, накалкунул. С того у Александра Емельяненко, когда у того уже появились кубики, когда уже нет тяжелота, когда уже он лучше в своей форме, понимаешь? Александр, если ты победишь в этом бою, люди скажут, что ты побил всего лишь средневеста и сделал то, что ты должен был. Если ты проиграешь, опять же скажут, о, Александр проиграл средневесту. Чувствуешь ли ты, что в этом бою тебе нечего приобрести, ты больше потерять можешь? Ну, то, что я его побил и как бы никого не удивлю, это, значит, я знал это с самого начала. Вот, но так как у меня, ну, не с кем выступать, драться, кого, кого тянуть на один. Харитона, так он что-то, я не знаю, там, ездит, еще кто-то, тоже где-то там подписан. Привезти сюда иностранца возможности нет. С одноклубниками я не хочу выступать, это для меня принципиальная позиция. Вот, поэтому я готов драться, у меня следующий бой будет с Минеевым, с твоим другом, с твоим корисом. Можешь его, кстати, на этот бой позвать. Прямо в этот же вечер организую, сначала тебя закалывать, а потом его спать отправлю. Будете, как две звезды пятиконечные на ринге валяться у меня, вот так вот. Какая падкая, какая падкая самовыренность упадет. Упадет. Ну, ну, да. Такая самовыренность приводит, как правило, к падению. Вот такая самовыренность, что у меня будет... Все правильно, бойся, Минюш, бойся, Магамед. Я же говорю, Асландей, я же говорю, я сделаю свое дело 24-го числа. И ровно после боя со мной сядут, как обычно, журналисты и спросат у меня, что дальше. И вот только тогда я буду давать на это ответ, как разумный профессионал, как разумный спортсмен. А вот эта вся вот эта бля-бля-бля, которую он прогоняет, я буду бить голову, я вообще не волнуюсь, я тут на меня не сказался простой. Да ты что, и типа терминатор, что ли, слушай? Типа да. Я поменяю. Я поменяю. Для тебя терминатор. Я твое вот это представление, а тебе же поменяю. Смотри, в первом же раунде. В первом же раунде... Если не получится, извинишься прилюдно за слова свои. Я же говорю, если ты все в первом раунде поймешь, с первого раунда, а там к третьему уже, возможно, я тебе все объясню. Да ты что-то долго рассчитываешь. Я долго собираюсь. Я собираюсь долго. Не хватит, не хватит тебе. Все. Ну все. Вот с такими мыслями... Ну, впереди бой, давай. С такими мыслями и заходи в клетку, что меня не хватит. Я на это надеюсь, рассчитываю. Давай, я буду бить лысую голову, давай. Да нет, лысая голова. У меня просьба. Я всех прошу об одном и том же. И ты не исключение будешь. Когда выйдешь в Рим, сразу не падай. Вообще не упаду, Саша. Вообще. Вообще не упаду. Миша Аллах. Так что, будь готов.